Губернатор Алексей Русских встретился с учащимися IT-куба при УЛГТУ. В стенах Центра цифрового образования главе региона презентовали лучшие проекты по различным направлениям. Авторы перспективных разработок поделились своими дальнейшими планами. Об этом в материале Эдуарда Истомина. Неделю назад Ульяна Конихина впечатлила своим выступлением гостей IT-куба. Она рассказала о своей разработке. Это визуализация для городского кафе. Свой проект девушку реализовала в популярных графических редакторах. Я пришла на графический дизайн с самого нуля. Меня здесь обучили в работе в программе Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Повторно свой проект Ульяна представляла уже губернатору. По сути, это новая концепция фитнес-центра при кафе, а в самом благотепе живет дух свободы и эстетики. Другие воспитанники IT-куба создали веб-разработку на языке Python. Для упрощения работы и связи между диспетчерами и установщиками. Например, установить Wi-Fi. Собственно, диспетчеры – это те, кто их обзванивает и по всем этим вопросам консультирует. Между установщиками и диспетчерами есть связь в виде бота. Над проектом трудилась целая команда. Она называется «Чайный гриб». А сама разработка заняла второе место на международном фестивале «Технострелка». Мы ежегодно участвуем в международных российских соревнованиях, фестивалях, форумах, хакатонах, различного рода олимпиадах. И десятки выпускников, учащихся в IT-кубе, занимают призовые места и становятся победителем. Губернатор Алексей Русских отметил огромный потенциал участников IT-куба. Глава региона анонсировал открытие четвертого центра цифрового образования. Он будет работать в Заволжском районе. Нет ни одной сферы деятельности человека, где бы не использовались эти технологии. Это и транспорт, и управление крупными производствами, и организация дорожного движения в городах. В образовательную программу IT-кубов активно внедряется еще одно направление. Это управление беспилотными летательными аппаратами. В конце встречи Алексей Русских пожелал учащимся IT-куба новых хороших разработок и творческого вдохновения. Эдуард Истомин, Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск.